В начале работе полиции за прошлый год по противодействию незаконному обороту наркотиков показатели хорошие. В сравнении с 2021 годом было выявлено больше преступлений. В 2022 году на территории Брянской области всеми правоохранительными органами выявлено 976 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них сотрудниками ОВД выявлено 965 преступлений. Всего выявлено 829 преступлений по линии НОН, отнесящихся к категории тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, привлечено 444 лица. Глава региона настаивает, принимаемых мер недостаточно. Нужно выходить на крупных игроков, а не ловить курьеров и мелких дилеров. Мы сегодня боремся, как Дон Кихоты, каждый день с одним и тем же, из года в год. Мы боремся, боремся, отчитываемся, показатели растут, больше составляем протоколом. А от этого становится меньше наркоманов. Получается на том уровне. На том уровне это еще такое, знаете, как оно двояко. Чтобы статистику не портить. Статистику не портим. А видим, что все моложе и моложе начинают употреблять. То есть, а почему? Потому что есть сама основа для этого. То есть, есть те продавцы, которые сегодня продают. Я еду по Брянску, смотрю, идут девочки, ну и мальчик лет по 25. И фотографируют эти вот закладки. Я говорю, ну что вы, ну фотографируют, сейчас смотрят. И все, и все. Понимаете? Что нам сделать для того, чтобы взять эту ядру и все вырезать? Или нельзя? Мальков ловим, да? Садим. Жизнь ломаем. А те, кто ломает жизнь, они находятся на свободе. Они прекрасно живут. Может, где-то находятся там в органах власти. Может, где-то находятся в ваших органах. То есть, есть же те люди, которые этим занимаются. Сейчас, если вы до угодно, нельзя поймать. Ну что, вырос письмо в своем бездействии. Губернатор уверен, если выросла раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, значит, и самих наркоманов стало больше. В подтверждение слов главы региона. Сухая статистика из наркологического центра. За прошлый год у нас было зарегистрировано 2600 больных наркоманией или на 2,7% выше, чем в прошлом году. Структура практически за последние три года не изменилась. Снижается количество наркоманов с опиоидной зависимостью. Но мы отмечаем рост больных с несколькими видами зависимости, и особенно с синтетическими наркотиками. Это сейчас бич не только в Абрянской области, но и всей Российской Федерации. Надо проснуться всем, проснуться. Мы потеряем скорость. Вот я очень рад, что мы проводили по спорту, по нерку. Я говорю, детей надо больше к спорту привлекать. А здесь нам просто надо жить реалиями, которые есть. Если мы не начнем действительно борьбу, реальную борьбу, а не виртуальную, и будем там, и лучше будем, и там, и там, и там. А это все виртуально все равно. Все равно у нас проблема намного острее и намного опаснее, чем есть. Она намного опаснее. И я вам просто привожу, как губернатор, экономические выкладки о том, что не все не так, все неправильно. Неправильно. Потому что у нас сегодня распространитель, по тем данным, которые мы имеем, он зарабатывает только себе на зарплату. А где тех теневиков, где оптовики, где производители? Нет. А вы мне объясняете, что у нас все хорошо. А я уж плохо. Комиссия сошлась в одном. Необходимо проводить больше профилактических мероприятий среди детей и молодежи. И еще развивать спорт и культуру, чтобы у новых поколений не возникало мысли связаться с наркотиками. Дмитрий Газин, Виктор Левченков, Анатолий Чикрыгин, Брянск. Дмитрий Газин, Виктор Левченков, Анатолий Чикар, Брянск.